Зал пленарных заседаний в администрации города с трудом вместил лучших специалистов транспортной отрасли курорта. В качестве лучших работников городского транспорта главой Сочи были отмечены 130 человек. По словам Анатолия Пахомова, олимпийская логистика и дальше позволит курорту быстро и комфортно перевозить пассажиров. Сегодня мы имеем, скажем, 362 километра новых дорог, 8 транспортных развязок дополнительно. А что это такое? Это 22 тоннеля, 55 мостовых сооружений. Все это было сделано в короткое время. Мы боролись с тем, чтобы в городе не было пробок. То, что сейчас построено, это дает возможность нам от них избавиться. Новая маршрутная сеть останется в Сочи как постолимпийское наследие. Европейские эксперты отметили, она соответствует международным стандартам и позволяет сочинцам обходиться без личных автомобилей. Городские автобусы и такси будут без пробок двигаться по бывшим олимпийским полосам. Эта часть трассы только сменила свое название. Для этого и приобретены были автобусы повышенной комфортности, с кондиционерами и качественными. И поэтому мы и говоримся, мы призываем использовать общественный транспорт. Мы дадим приоритеты. Будет возможность в кратчайшее время доехать с работы домой, из дома на работу. Обслуживать пассажиров продолжат свыше 460 автобусов большой и средней вместимости. Одновременно с ними на линиях будут ходить и маршрутные такси частных автотранспортных предприятий. Все они будут заходить на железнодорожные вокзалы-курорт, оставшие транспортно-пересадочными узлами. Все парковки в центральной части города станут платными. Но если прибордюрная стоянка будет заполнена более чем на 85%, ее стоимость автоматически будет повышаться. Передвижные регистраторы и эвакуаторы будут эффективно и на законных основаниях убирать с улиц все автомобили, оставленные владельцем в неустановленных местах. Специалистам даны две недели, чтобы оптимизировать работу городского транспорта. Определить количество автобусов на каждом маршруте, график и интервал их движения в зависимости от пассажиропотока. Так что сочинцы сейчас являются главными экспертами в этом процессе. Если горожане будут регулярно ездить на городском транспорте, его станет больше и ходить он будет чаще. От сочинцев зависит и работа так называемого наземного метро. 26 пар электропоездов продолжают курсировать между Сочи, Адлером и Красной Поляной. Но их работа должна быть экономически эффективной. Если пассажиропотоки будут недостаточными, количество рейсов станет автоматически сокращаться. Так что теперь перед горожанами стоит дилемма. Растаивать в пробках на личном автомобиле, платить крупные штрафы за неправильную парковку и эвакуаторы или спокойно передвигаться на городском транспорте.